Пару слов для прямого эфира в День Конституции С праздником Конституции, господа милиционеры! Ура! Говорят, всё нормально, трансляция идёт! Идёт? Вот что-то видно? Отлично! Спасибо, ребята, за поддержку! Это было очень ценно! Но там, грубо говоря, не нарушали закон! В смысле, не издевали, конечно! Спасибо оператору, который так мужественно выдержал сегодняшнее мероприятие! Хотелось бы высказать нашему начальному Андрюше! Спасибо! Да? Прошлипись! Вот только, говоря, таким людям, независимым СМИ, новости попадают в эфиры в независимости от мнения властей! Спасибо! Мы поддерживаем сидельцев! Мы поддерживаем, потому что они не побоялись и обстояли свои права! Мы сидельцев вас ждали! Спасибо! Спасибо! Нет, не то, что ему не побоялись! Он был в земле! Я говорю, мне 2 года, мы по сегодняшний ленин милли tahu. А, мы говорим, что кто? А кто? Да? Как мы сняли, там мы идем! Ой, а мы! Группа поддержки задержим! Свобода за нами! О, вас освободили? Да, и вас тоже. Всех освободили. А теперь что, теперь суд, да? Суд и позор для милиции. С доказательствами, с видео, с подтверждениями, с освидетелями. Да, сотрудники седьмого отдела милиции опозорились. На весь мир. Человек в погонах полковника грубо нарушал перспективные права граждан. Он нарушал законы о милиции, которым гласит, что он обязан представиться по первому требованию. Он обязан предъявить свои документы, а потом уже что-то тестовать гражданину. Он этого не сделал. Он в грубой форме приказал своим сотрудникам, своим подчиненным, выполнять его приказы, нарушающие наши права. И в день института, в день института, это то, что он опозорил себя, в первую очередь опозорил себя. Он опозорил в милицию. Он не достоин вообще служить в органах. Я еще не считаю так. А никто не помнит, как фамилия полковника, а? Какая-то смешная фамилия. Вот, тут детишки есть. Молодые защитники их института. Привет, фургант. Ребята, а никто не помнит полковника фамилии, который нас поздравил вне институции? Я скажу. Чувашка, по-моему. Чувашка. Геннадьевич, точно, а дадим прикол. Чувашка, наверное. А? Видеоакцию протеста, ДПР. А видно? Садим. Что там? Куча говишков, машин. Да-да-да-да-да. Картыш. Акция протеста? Ну, в стеноке будет нигде, чем видно, конечно. Давай, Дим, даже сидел на ноутбуке, пациент раскладывал. О, все сбежали. Да. О, все разбежали. Да, чуть-чуть осталось. Здесь яг вот так вот заставлю. Ну, поездки, на место. Много гаи, да? В общем, машин здесь стояло. Много моинга. А что машину гаи тут делали? О-о-о. Глядывается с мульчей, который стоит. Ребенка мучил. Зохраняли задержанных легче. Мне даже сказали, что вроде бы не было. Генерал привезли. Да, там водил. Да? Да. Собака тоже речел с мульчей. То есть, товарищ полковник обтекает там все. Несколько человек вышли на тротуар, и ради этого приехал генерал. Да, я так понял? Да. То есть, нет, он приехал ради того, чтобы разобраться с товарищем полковником против нурдейских. Ну, конечно. Товарищ полковник еще пристрелит много. Да. Да. Сейчас нас помнит. Ну что, народ, как зовут-то полковника? Давайте озвучим. Называли. Как зовут, товарища полковника? Чувашкин Александр Геннадьевич, по-моему. Как? Чувашкин? Сейчас, сейчас, сейчас. У него записано было. Народ, как полковника зовут? Кто помнит? Я есть консультант. Геннадьевич. А, Ремезов? Чемезов. 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 Чемезов, это тут, который нас арестовывал. Чемезов, Александр Геннадьевич. Седьмое отдел. Милиция, да? Да, да, да. Какого района? Кировского района. Кировского района, Санкт-Петербурга. Герой дня для институции. Ура! Вау. Обороти с погонами. Обороти с погонами. А как это вот от генерала, там, от генерала? Как его вызывать? Ну, долгую, бессонетку, генерала. Который приехал и тебе его разобрал. Нет, он же не разобрал. Нет, он же не разобрал, я разобрал. Но после я не помню. Не помню? Лысый, он стоял, товарищи, сказка. Но я понял, что я не обрадал. Не помню. Говорю, не верю, что ли? Милиция находится пока еще один замерзенный. И группа поддержки ждет, пока его отпустят. Там начальнику ГУДы помогут. Полковник какой-то, он генерал. Нет, ну, как он сделал. Полковник. Техническая пауза. Техническая пауза. Техническая пауза. Продолжение следует...